Развитие системы туризма в Абхазии позиционируется как первостепенный аспект развития экономики. Безусловно, требует присутствия в республике высококвалифицированных специалистов в области туристического сервиса. С каждым годом количество отдыхающих в нашей стране увеличивается. Вместе с тем, профессия экскурсовода становится престижной, а главное – прибыльной. Именно поэтому интерес работы в этой сфере возрастает. Но тут нужно понимать, что предлагаемый туристский продукт должен быть конкурентоспособным и качественным. Чтобы определить существующие проблемы в этой области и наметить пути их решения, некоммерческое партнерство «Абхазский союз туризма» выступило организатором площадки, где и были обсуждены эти вопросы. Планы у нас очень большие. План ближайших круглых столов у нас уже есть. Мы всех оповестим, всем разошлем, напишем. Первый круглый стол на сегодняшний день, в этом году, у нас открывается очень важным вопросом. И это профессиональная подготовка специалистов в области туризма. Согласно новому положению, все экскурсоводы и инструкторы по туризму, осуществляющие деятельность на территории Абхазии, должны будут пройти специально обучающие курсы и переаттестацию. Согласно данным Министерства по курортам и туризму, на данный момент для удовлетворения потребностей в сфере туристических услуг необходимо не меньше 500 экскурсоводов. Если в прошлом году курсы были бесплатные, то в этом они будут стоить 5000 рублей. Обучение длится три месяца. Семинары будут проходить в Абхазском государственном университете, в Сухомском государственном колледже и Гагарском гуманитарно-промышленном колледже имени Кихирипа. Учебный курс направлен на обеспечение эффективной подготовки экскурсоводов. Сегодня те лица, которые смогут подтвердить, мы зачитываем, у кого 5 лет, мы переводим их после положительной аттестации во вторую категорию экскурсоводов. Те лица, которые более 5 лет, более 7 лет, которые могут подтвердить по данному положению, они будут экскурсоводами первой категории. То есть они будут аттестоваться в 5 лет один раз. И в 5 лет один раз они должны повышать свою квалификацию. Министерство туризма начинает бороться за законность в туристической сфере. Экскурсоводы с небольшим официальным стажем работы не получат категории и будут каждый год получать лицензию заново. По словам министра отрасли Автандил-Агарски, многие экскурсоводы попросту не могут предоставить документы, подтверждающие стаж работы в этой сфере. Это происходит из-за того, что экскурсионные организации не оформляют трудовые отношения с сотрудниками и тем самым уходят от уплаты налогов. Когда их берут в летний сезон на турфирмы, их никого на штат не берут, я хочу, чтобы вы знали. Это исходит от турфирм, от директора турфирмы, от медагистов и так далее. Потому что это им не выгодно. Понимаете, это просто им не выгодно. А то, что мы сегодня делаем, это получается как новшество. А на самом деле так и должно было быть. Автандил-Агарски считает, что в приоритете должно быть обеспечение безопасности туристов и защита прав потребителей услуг. По мнению министра, уровень обслуживания и качество турпродуктов на территории Абхазии необходимо повышать. Ведь знакомство туристов с нашей страной начинается с общения с гидом. И первые впечатления складываются как от увиденного, так и от услышанного. Участники круглого стола также обсудили и другие проблемы туриндустрии. Такие, как подготовка кадров в сфере услуг гостиниц, ресторанов и других объектов. Но это станет темой уже следующей встречи. Сима Аргун, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.